Цифровая трансформация экономики, подключение к широкополосному интернету, расширение вещания и увеличение тиражей местных СМИ. Эти и другие темы обсудили на коллегии Мининформполитики Чуваши. Прошлый год стал вызовом для всех отраслей экономики и социальной сферы, но СМИ Чуваши одними из первых доказали, что умеют работать в любых условиях. В период пандемии телевидение и радио увеличили вещание за счет дополнительных выпусков новостей. К сожалению, упали газетные тиражи, однако печатные СМИ сейчас активно осваивают интернет-пространство. Становятся более совершенными технологически. Благодаря совместной работе филиала радиотелепередающего центра и национальной телерадиокомпании Чуваши удалось установить целый ряд радиопередатчиков в муниципалитетах и тем самым добиться практически стопроцентного покрытия территории республики национальным радиовещанием. В числе задач информационная поддержка цифровизации экономики. К сожалению, для многих наших граждан тема цифры до сих пор покрыта тайной и мраком. Нововведение высокотехнологическое у некоторых вызывает страх, а мы этого с вами не можем допустить, поэтому считаем необходимым организовать широкую информационную кампанию по теме цифровизации. В государственный проект подключения к интернету входят 343 социально значимых объекта, 214 уже имеют доступ к сети. Среди них школы, ФАП и пожарные части. В 2021 году Чувашия может довести интернет дополнительно более чем до 800 социально значимых объектов. Одновременно растет количество пользователей единым порталом госуслуг и количество самих услуг, предоставляемых в электронном виде. Благодаря соглашению, подписанному с некоммерческой организацией «Цифровая экономика», можно говорить об ускоренном внедрении цифровых технологий в различных сферах. Уже прошли стратегические сессии «Цифровая прокачка бизнеса», «Цифровая прокачка культуры и туризм», а в феврале 2021 состоялась «Цифровая прокачка спорта». На коллегии отметили журналистов, добившихся наиболее заметных успехов, и вручились в деятельство о специальной стипендии талантливой молодежи.